Ребятки, как всегда, всем огромнейший привет! Вы, как всегда, на канале Семен на чемоданах. Мы в Таиланде. Обязательно подписочку заряжайте, лайкосик и комментарий. Сегодня очень коротенький выпуск, но я не мог его не выложить, потому что этот материал где-то загулял и потерялся. Поэтому я его собрал воедино, получился интересный влог. Так что, погнали! Мы сейчас выдвинулись на ночной рынок Протамнакт, но, видите, раньше он был здесь. Мы, кстати, уже идем вообще прям на закате. Потрясающий закат. Идти нам вообще 2 километра. Почему его перенесли? Смотрите, там делают шашлык, ну вот эти вот на шпажках жарят. Здесь такие запахи невероятные. Не знаю, почему этот маркет перенесли. Как же было бы удобно, если бы Протамнакский рынок был бы прямо здесь. Там тоже уходил недалеко. Нет, я имею в виду, который основной Протамнак. Мы-то все равно как-то больше уже к джемтьену относимся. А то там идти 2 километра с половиной даже, наверное. Ну ничего, мы сегодня целый день вообще дома просидели. Учились. Учились, дети плотно учились, мы плотно работали. Да, парни, кстати, сегодняшнюю их учебу мы тоже закинули в телеграм-канал. Переходите, подписывайтесь. Блин, ребятки, обязательно телегу подписывай, потому что такого контента у нас на ютубчике нету. Только в телеге. И вот уже виднеется этот рынок Протамнак. Он очень большой, вот эта вот вся вот эта постройка, это все этот рынок. Так что идем сейчас смотреть его, насколько он выгоден, насколько он обширный, насколько там вообще все это дело ассортимент. А здесь меняем просто картинку, попадаем домой. И я здесь хочу сделать такую вставку. Этот рынок называется не Протамнак, этот рынок называется Ротанакорт. Вот такое сложное название, кое-как я выговорил. И он не ночной. Этот рынок работает как раз до вечера, с самого утра. И там реально огромный ассортимент. Но он не дешевый, как говорят многие, не дешевле ночного рынка Протамнак. Мы туда обязательно сходим днем в следующем выпуске, чтобы просто показать его масштабы и там цены. Дело в том, что мы пока дошли, мы очень сильно устали. И когда туда пришли, аж потерялись, что он оказывается не ночной. И там было открыто буквально несколько палаток, остальное закрыто. И мы даже там не снимали, учитывая поломанную камеру, мучиться я с ней не стал. Поэтому я вам сейчас включу красивый закат, а этот рынок посмотрим уже в следующих выпусках. Решили с Артемом изменить ему прическу. Да, Тема? Заплесли мне дреды. Да, прикиньте, дреды. Я помню, когда я маме сказал, я хочу дреды, мне мама сказала, да сейчас, ага. В том итоге мне, когда я захотел себе туннель растянуть, я сказал, ага, да сейчас. Не, началось с прокола уха. В итоге прокол уха был, туннель был, татуировки есть. Только вот дреды так и не заплел. Да, Тема? А ты заплетешь. Не, как ты хотел. Я даже отращивал себе специально волосы уже, когда мы путешествовали по Крыму, кто смотрел выпуск. А потом что-то, что-то я подстригся, я уж точно не помню. Ты хвостик носил? Да. Тем, сегодня сейчас что-нибудь придумаем с этой копной. Мне вообще, блин, мне уже неудобно в них просто. Все, Темка сейчас будет заплетаться. Единственное, нам сказали дреда, короче, ему будет больно. Поэтому сейчас сделаем просто эти косички и покажем, как выйдет. Сначала Темке голову смазали чем-то. Теперь делают ровный проборчик. Девчонки тут стоят, ждут, сейчас три руки будут делать. О, финальные штрихи. Нравится, Тем? Не дергай, не дергай головой. А ты видишь, что? Сейчас вот это надо еще будет все сбрить. Ну и зашли мы с Темиком к Барбару. Сейчас надо вот это вот все дело снять, вот это копно, и будет просто наикрутейший пацанчик. Да, Тема? Да. И Барбар крутой здесь вообще. Темка даже устал уже сидеть. Но зато круто получается. Темка тут звезда вообще. Все его фотоют, снимают. Но клево. Но, как, смотри, но шикарно. Сейчас посмотрим на реакцию всех, да, Тема? Нас, наверное, уже потеряли. Клево. Вообще пупик. Родик, ворожай. Вообще, вы нахлыки сегодня лево. Да, так я говорю, сегодня день красоты у Артема прям. Вообще супер. Круто. Это Артем, это Артем, ты что? Мироша напугался. Мироша не только 8 начнутся. Пам, а сейчас все. Да. Я пока готовлю завтрак мальчишкам. Это, кстати, убавится. Пацаны делают подарок на Стенке. Ведь сегодня праздник, день матери. Вот они как стараются, мальчишки, да? Давайте, давайте. Стенка вон рисует. Молодец, красавчик. Давайте, давайте, парни. Мама просыпается уже. Слышишь? А я не смогу. Все, у тебя получится, давай. Так, парни готовы. Вроде готов? Все, идите. Мама, с праздником тебя. Ничего себе. Вау, это моя корона, какая красота. Это осьминожка. Корона. Красивая. А ты чего? Ничего, мы откройте себе, я ее сам люблю. Открой ее. Открой ее. Давай. Мама, я тебя очень сильно люблю. Я ее решу себе так. Ой, корона моя любимая упала. Спасибо, мои зонки. По старшинству теперь мы уходим, Женька. Соби мамочку. Мама, у тебя цветок сломался. Сейчас подниму. Мама его маленькая. Мам, это поцелуй. Сегодняшний наш ужин будет из морепродуктов. Это сжаренная скумбрия. Мне кажется, она должна быть потрясающая. Еще нам принесли презентик просто так, арбузик нам, Мироша. Понятно. Такое дело до рыбы, когда есть арбуз. Она оказала подарок. А где соленое? А парни захотели бургеры и заказали еще тарелку соленых маринованных огурцов. Представляете? Вот. Родику принесли, сейчас Темочке принесут. Ну вот про что я говорил. Маленькие корнишончики, еще помидорчики. И салатик. Ну и основная рыбина нам подъехала. Видите, какая красота. Здесь, кстати, вот еще овощи нам принесли, а все остальное съели. Кайп этой рыбы заключается в том, что она запекается. Как бы не в панировке, а вот это вот, это все соль, прикиньте. И ты как бы отламываешь. Не, ну я понимаю, но я просто такой не пробовал ни разу. Да, ну так как все запекают в духовке даже дома. Мы хоть раз запекали в соли? Нет. Ну а почему ты говоришь? Ну, а я не пробовал. Возможно и знал, но я не пробовал. И получается, что у тебя рыба прям получается соленая. Классная. Подается с двумя острыми соусами. Красный и какой-то зеленый. Ну и салатом еще. Это что, пал? Вечерняя движуха детей. Начнем тестировать камеру. Даже интересно, как сейчас будет картинка. Решил попробовать писать видосики прям в 4К. Максимально вот это там разрешение. Хотя максимально у нее 5,3. Но 5,3 у меня коп не потянет монтировать такие видосы. Но вот отсюда я вот так в экранчик смотрю. Мне кажется, достаточно неплохо. Интересно, как она будет схватывать всякое солнце. Баланс белого. Но должно быть чуть-чуть получше. Вообще, конечно, я в шоке от того, что они, ну, типа, как улучшили эту камеру. Режутся и друг друга, это вот... Да, это он эвакуирует его, ага. На байке один заглох, он рукой держит его и толкает. Такие дела. Мы сейчас решили дойти до магазина нового. Называется... Как называется? Как называется магазин? Lotus. Lotus. Да, там вроде как дешевле. Пойдем посмотрим. Просто мы уже на еду разорились. Верно. Вот так вот. Действительно. Сколько квартиру мы сняли, за сколько на еду уже потратили. Здесь просто смысл заключается еще в том, что есть большие Lotus'ы, а есть маленькие. Вот у нас на районе это маленькие. У нас все маленькие. Такое, знаете, на минималках тут прям просто минимум палатку. Все такие желтенькие. Ну и цены такие же, какие в принципе у нас. Достаточно уютно. Вот он, кстати, этот магазин. Lotus'ы go fresh. Ну, посмотрим. Кстати, здесь есть банкоматы. Вот этот зелененький мне очень нравится. Там есть русское меню. Первое, что очень бросается в глаза, это то, что здесь есть свежее мясо. Вон, даже всякие внутренности есть. Стоян, будешь? Нет. Чьи руки? Вот по ценам. Тра-та-та-та-та-та. Очень чистенько, да. Прикольно. Это очень хорошо, что есть свежак. Яйца 142 они стоят. А вот в этом купола? А, не помню. 134, по-моему. Ну вот, пожалуйста, здесь даже есть морепродукты. И они не замороженные, они свежие. Есть такое мясо. Это, конечно, оно прям очень-очень хорошо. Купили только мороженое детворей. Взяли салфетки. Сейчас покажу, может, кому пригодится. Вот такая вот двойная пачка. Две салфетки, две упаковки. 99 бат. Обычно мы одну брали по 99. Ну, другой марки. Но вот эти прикольные, еще и детские. А теперь на пляж. Слушайте, знаете, что хочу сказать про Таиланд? Вот, по крайней мере, про Паттайю. Это то, что здесь вроде всегда так жарко, но жара не чувствуется. Постоянно дают какой-то прохладный ветер. И настолько приятно находиться. И еще учитываем, что это город, между прочим. Здесь реально класс. Вот есть чем сравнить, например, с той же Шри-Ланкой. На Шри-Ланке. Ты вот идешь, и всегда с тебя давит прям пот. Вот это вот все течет вечно. Нет такого ветра, нет таких петров там, нет прославленных. Там всегда ветер будет, да? Ты знаешь, когда нет ветра здесь, то здесь всегда комфортно. А там всегда как-то, ну всегда потеешь. Здесь ни разу такого не было, что ты идешь по улице. Даже когда солнце светит, типа такое... И невозможно. То ли влажность здесь сломалась, то ли что непонятно. А тем временем вон у нас, смотрите, дело к закату. Прекрасно. Мы сейчас пойдем наслаждаться этим потрясающим явлением, как закат, да? Мы тут одни. Наши, наши, наши. А тут сколько там народу славит? Что случилось? Не знаю, у нас что-то случилось. Чайки. Прикиньте, не знаю, может тут какой-то фестиваль попугаев проходит, но здесь летают попугаи. Смотрите, вон там вот. Желто-синие. Желто-синие вот эти, знаете, огромные, с которыми делают фотографии. Там вот людей много, вот непонятно. Вот смотрите, какая-то стая прям летит. Смотрите. Нифига себе. Офигеть. Нет, я не про вот этих, а вот действительно летают попугаи. А то я обычно голубей называю попугаями. Так прикольно. Там даже фестиваль попугаев. Все понятно. Я-то думал, они дикие, а здесь он просто... Что, Мироша? А здесь получается просто тусовка. Мы вот здесь выстрелили попугаев. Не знаю, как, зачем. Более, как я здесь вижу, как сочные классы вообще. Он себе надел. Да. Да, прикольно. Тусуются местные. Сегодня прям прекрасный закат. И много попугаев. Не знаю, что здесь происходит. Пойдемте тоже посмотрим. Да, Мирошка? Что здесь за тусняк? Давайте, может, какая-то звезда приехала. Сейчас мы посмотрим. Ой, что за звезда? Так, ну какая-то звезда. Видимо, никто ни разу не видел машину кабриолет. Не знаю. Может, какой-то Майк Тайсон. Сейчас посмотрим. Майк Тайсон. Вот все фотоются. А, там еще и льва привезли. Вот так вот, видите? Просто лев. Вот это да. Ой-ой-ой. Вот какие животных надо заводить, понимаете? А не вот это вот все. Ну вот, видите? Их так много. Вон, вон, вон. Есть маленькие прям вообще. А вон те вот, когда это не кок не было. Малючки. И маленькие. Совсем маленькие. Ой, какие забавные. Они тоже, видите, все пришли на закат. О, ручные прям. Вот так вот на голову полетел, сел. Да, прикольно. Не, ну, видеть прям вот так вот летающих попугаев. Это прям очень крутая история. Ой-ой-ой, нифига себе. Вы что, меня чуть не сбили, парни? А? Вот это да. Вон, чуваку, на голову сели. Все правильно. А, нет, он хозяина знает. Вот так, смотрите, как они летают. Обычно они же все на привязи. А тут вот так вот. Более. А-а-а-а. У нас, кстати, стемнело. Очень интересно. Ну, лично для меня, как она вот сейчас снимает в такой темноте, но уже света мало. Хотя и под фонарем. Как же он будет выдавать картинку? Вот мне прям интересно. Кстати, я снимаю не на широкий угол, а на линейку. Поэтому шумов должно быть очень много. Ну, посмотрим на монтаже. Сейчас я покажу самый обалденный транспорт. Вы точно такого никогда не видели. Смотрите. Вам кажется, что это гидроцикл, да? Да? Нетушки, ребятки. Это такой мотоцикл. Прикиньте. Вот это да. Ну, напишите в комментах, видали такую штуку или нет. Я вот, например, в первый раз. Это типа, знаете, есть Феррари такая на воде, дайте покатается. А теперь, видимо, сделали все наоборот. Так, ну-ка, как сейчас нас в темноте видно? Интересно. Настенка тут рассуждает, как же круто быть старым пердуном. Приехать в Тай. Не знаю про это. И снять себе молодую Тайку, которая за тобой ухаживает. Да, Настен? Ну, типа, да. Нет, отвечаю, это вообще круто. Просто красавчики. Вот вообще, респект вам. Как бы такая старость, когда ты не сидишь дома, там, доедая крошки. А ты сидишь на Тайке или Тайка на тебе молодая? А ты сидишь на Киане? С Тайкой. С Тайечкой с молодой, да. И вообще классно. Просто контент покинул чат. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова